Добрый день! Сегодня я хочу записать видео, навеянное мной видео других блогеров. Я смотрела совсем недавно, буквально вчера, видео Алены Погребняк, где она ходила в салон, то есть как бы типа вот знаете, как было на телевидении, Лена Летучая ходила там, проверяла кафе, ну вот типа того, обзоры на трэш-салоны. Мне до этого буквально я смотрела такие видео у Андрея Петрова, ну я думаю, что это, конечно, не их изобретение, думаю, это все пришло у нас, значит, из-за границы эти все видео, вот. Но тем не менее они стабильно интересны. Я даже не, скажем так, я не подписана на Андрея Петрова, но из-за этих вот его обзоров всяких салонов я на него подписалась. То есть я смотрю, когда выходит видео про салоны, я их обязательно смотрю. Но мне нравится. Я не могу объяснить, я думаю, нравится это большинству. Я не хочу копаться там в психоанализе, почему это нравится, но тем не менее, это нравится. Я сама, скажем так, не хожу в салоны в том плане, ну как скажем так, я хожу только стричься. В простую перехмахерскую. Хожу, правда, очень много лет к одному мастеру, и она меня полностью устраивает. Не ногти, не наращиваю я ресницы, не наращиваю волосы, я, не знаю, не делаю пока, во всяком случае, никакого там ботокса и все такого. По своим объективным причинам, вернее, по своим субъективным причинам, к примеру, например, нарощенные ресницы или, не дай бог, татуаж, я не вижу в этом смысла. Ну как-то вот, знаете, я ни разу не видела, чтобы нарощенные ресницы смотрелись как-то вот, знаете, красиво. Ну вот в моем вкусе красиво, кому-то, может быть, нравится, но как-то вот они слишком искусственно смотрятся для меня. И опять-таки я, пару наших сотрудниц сделали нарощенные ресницы, и в процессе носки они ведут себя таким образом, ну вот я, ну по всякому случаю, так думаю, что, ну скажем так, делают их для того, чтобы как бы ты не красишься, и у тебя всегда красивые реснички, все ухоженное лицо, все ты встала и пошла украшать мир. То есть не нужно тебе ничего не краситься, ничего, особенно, наверное, это удобно, когда ты едешь куда-то на юг. Но вот как-то они очень быстро, во всяком случае, вот у того, кого я видела, они начинают терять свои ресницы, и мороки с ними как бы, не знаю, стоит ли это, то есть, грубо говоря, на мой взгляд, мороки с ними не очень мало. То есть не так, чтобы вот ты их сделала и забыла про них там, я не знаю, даже на месяц. Ну не знаю, может быть, я просто не делала, может быть, мое субъективное мнение, может быть, у нас здесь, в нашей провинции не особо там умельцы умеют это делать, не знаю. Если знаете, пишите в комментариях. Нарученные волосы, опять-таки, дело в том, что, судя по отзывам, с ними тоже мороки, ого, сколько много. Ну не знаю, татуаж вообще я никому не рекомендую делать. Сколько я вижу обзоров в интернете, да, наверное, может быть, казалось бы это хорошо, но как он сходит, как он это, то есть он не навсегда все равно, и сходит он какими-то кусками. В общем, короче, не знаю, мне, я не приемлю таких процедур для себя. Кто-то, может быть, хочет, кто-то делает это, пожалуйста, конечно, это не мое дело. Но я хотела поговорить не про это. Что меня сподвигло на это видео? Не только эти обзоры блогеров, а еще меня сподвигло другие видео. Видео сотрудников, то есть салонов, которые начинают выдвигать целый, прям чуть ли не список, чек-лист претензий к своим клиентам. Я много смотрела видео, и как-то вот они, я не знаю, как-то вот, может быть, из-за того, что я смотрю эти видео, у меня выходят в рекомендованных и эти видео. И в общем-в общем, сотрудники, вот, и клиенты-то к ним опаздывают, и ведут-то себя как-то нехорошо. И вот клиентка пришла, да с собой кого-то привела, кто-то тут сидит, ее ждет. Да такие досеки, да немазанные сухие, в общем, такие плохие клиенты. Я прекрасно понимаю, что клиент не всегда прав. Я прекрасно понимаю, что люди разные. Но, тем не менее, вот мое личное мнение, все-таки люди, которые работают в сфере услуг, должны всячески стремиться оказывать эти самые услуги и быть, как бы, клиентно-ориентированными. То есть быть заинтересованным в том, чтобы клиент к ним вернулся. Я живу в маленьком провинциальном месте. Ну, скажем так, я живу сама не в городе, но живу рядом тоже с маленьким провинциальным городком Скопин. И здесь все знают друг друга, можно сказать, в общем, всех мастеров знают, все салоны знают. В общем, как бы, и когда мы сюда приехали, в общем-то, парикмахерских, сейчас их называют салоны, не знаю, в общем, где там градация этих салонов, в чем их салонистость, было не так много. То есть была одна парикмахерская на Ленин, это вообще какая-то, которая при петлюре, наверное, еще существовала. И еще была одна парикмахерская, в которую вот я пошла. Сейчас их, кстати говоря, достаточно много, всяких парикмахерских. Но я нашла своего мастера, я полностью ей довольна. Мне нравится в ней то, что, например, я знаю, что у нас на бугровке есть парикмахер. Я не знаю, до сих пор ли там это или нет. Но сотрудницы, которые раньше, значит, там стриглись, они говорили, что зачастую было такое, что приходишь, то есть ты записываешься вроде, приходишь, и тебе приходится часами сидеть, ждать. Потому что мастер, как говорится, от своей жадности хватает клиентов, грубо говоря, и ртом, и жопой, извините за выражение. И получается очередь, тебе приходится ждать. То есть ты теряешь дополнительное время, что совершенно, я считаю, неприемлемо в наше время. Вот, сейчас, не знаю, может быть, сейчас ситуация другая, врать не буду. Но раньше это было несколько лет, это назад было так. Так, парикмахер, в который я хожу я, у меня ни разу практически не было, чтобы я пришла и ждала. Ну, за все время, сколько вот я здесь нахожусь, сколько я стригусь у нее, ну, наверное, один раз у нее был, она сломала руку, но это уважительная причина. Один раз я пришла и ждала минут десять. Ну, я тоже считаю, это не страшно. Ну, в общем, вот, наверное, в два раза и было, что, ну, что вот мастер как-то вот, грубо говоря, со временем. Ну, я считаю, что это вообще нельзя принимать во внимание. Ну, бывают такие случаи, в общем, это даже, как говорится, не предмет для разговора. Мне нравится, как она меня стрижет. Больше того скажу я. В Ташкенте у меня тоже была мастер, которая меня стригла. И так как она была очень, как сказать, хорошим мастером в Ташкенте, она с интересом относилась к своему делу. Она могла предложить мне какой-то там, например, я пришла к ней там, она мне скажет, «Уналь, давай вот мы тебя так пострижем, вот у меня вот в голове». Ну, вот мастер-стилист, можно сказать. Тогда этого не было, но тем не менее. И после того, как я приехала сюда, то есть я же не сразу нашла парикмахера, мастера, с которым я сейчас. Вот, знаете, садишься в кресло, вот человек просто берет в руки твои волосы. Я уже чувствую, вот просто потому, как он берет мои волосы в руки, я чувствую, что, например, человек не умеет стричь. И на самом деле, вот сколько раз у меня было такое ощущение, на самом деле так и было, что стригли меня как бы отвратительно. Ну, на мое счастье, я быстро нашла. Но сейчас, опять-таки, я все не к этому веду. Я хотела поговорить об мастере маникюра. Этот случай я хотела записать еще тогда по горячим следам. Но вот не помню, почему я его не записала. По-моему, у меня не было тогда своей камеры, потом, в общем, что-то забылось. И, в общем, короче, в общем, я не записала. Ну, вот это вот, как говорится, эти видео навеяли во мне. И хотелось бы с вами поделиться. Я не буду называть ее имени, но те, кто живет в Скопине, я думаю, сейчас по вторичным признакам, по-моему, таком я говорю. Как я вам говорю, я не хожу, не делаю никакой маникюр. В общем, честно говоря, мне жалко просто на это деньги. То есть, грубо говоря, выкидывать около тысячи или полторы тысячи или даже там 500 рублей в месяц просто на ногти. Как-то вот, знаете, вот, ну, у кого какие приоритеты. Как бы я люблю, когда у человека красиво ухоженные ногти, красиво ухоженная внешность. Ну, мне, честно говоря, жабы душат. Ну, так вот. У Насти, у моей дочки, был выпускной. И стал вопрос, нужно же полностью при полном параде быть, в том числе и маникюр. У нас уже было куплено платье. То есть, нам было известно, какого цвета. Настя, значит, копалась у меня в интернете, нашла дизайн, который бы она, ну, так вот, хотела. И мы, в общем, обратились к мастеру в профиле. Ну, то есть, мне ее посоветовали, как бы, в профиле в одноклассниках, обратились к мастеру. Я скинула ей это маленькое видео. Сказала, вы сможете ли вы такое вот сделать. Она отдала, там, типа, без проблем, короче. Я, у меня большой стаж, в общем, ну, никаких проблем нет. Ну, все хорошо, и мы договорились на какое-то время определенное. Все, в переписке было все мило, прекрасно и замечательно. И на назначенное время мы приехали. Теперь я давайте поговорю о минусах. Может быть, для того, кто в этот бизнес, кто бизнес этот развивает у себя, вот этот ногтевой или там еще какой. Может быть, это будет полезно. Ну, только, пожалуйста, как говорится, обычно, конечно, критику принимают в штыки. Но если просто так вот без сердца на это посмотреть, то иногда полезно на себя посмотреть глазами клиента. Так как я не избалованный человек, но тем не менее, что мне сразу на чего не нравится. Ну, во-первых, она обслуживает на даму. Конечно, я это знала, для меня это было не секрет. Но тем не менее, человек, который занимается, как она говорит, 20 лет этим бизнесом, ну, могла бы хотя бы даже в своем доме выделить для этого какое-то отдельное помещение. Ну, или, я не знаю, снять какое-то отдельное помещение. Это было бы намного более профессионально. Первое. Ладно, она экономит, допустим. Хотя берет, я хочу сказать, за свой маникюр деньги не меньше, чем в салонах. То есть расценка у нее достаточно приличная. Мотивирует она ее тем, что она занимается не только там какие-то наклеечки делает или там какой-то, а у нее персональный авторский дизайн. То есть она художник по ногтям, то есть она рисует. Ну, не потретает, конечно, Мона Лиза, но тем не менее. Ладно, думаю, хорошо. Если результат меня в конце удовлетворит, я, в принципе, как говорится, человек, как говорится, это не барских кровей, могу и потерпеть. Следующее, что мне не понравилось, как я вам говорю, маникюр она делала, не маникюр, а в общем наращивание ногтей она делала на кухне. То есть у нее там стоит ствол, значит, все эти ее приблуды делаются на кухне. Ладно, хорошо. Ну, я пришла вместе с дочкой. Дочке, ну, получается, она школьница, можно сказать. Она тоже не избалована всеми этими маникюрами, педикюрами и всеми делами. То есть все делали своими руками. И у нее был просто нанесен лак. Ну, простой лак, вот как бы обыкновенный. Не гель, ничего, вот простой обыкновенный лак. И что мне не понравилось, что, значит, мастер заявил сразу, вообще-то надо маникюр снимать. Я допускаю девочке, что маникюр надо снимать. Но можно вообще-то клиенту это не говорить. Не обломишься, снимешь маникюр. Все-таки как-то надо лояльно относиться к клиентам, если ты хочешь, чтобы они... Я, конечно, понимаю, наверное, у нее очередь, там, 33 велюшки. Хотя, на самом деле, я, честно говоря, не понимаю, зачем к ней ходит столько много людей. То ли альтернативы больше никакой нет, то ли, может быть, кому-то нравится. Ну, в общем, все по порядку. Следующее, что мне не понравилось. Ногти, это все-таки, знаете, обработка ногтей, она должна проходить в полной чистоте. Я не могу сказать, что у нее, конечно, там паутина с углов свисала. Но на шторах было, вот, конечно, от того, что она пилит, наверное, вот эти ногти, пыль. И вот как-то, вот, знаете, шторы вот эти с фаудами. У нас у всех дома бывает и пыль, и это... Но это дома, понимаете? Дома вы можете делать все, что угодно. Вы можете там не всегда убраться. Но когда к вам приходят люди именно в плане того, что вы берете с них денег, вот как-то надо, наверное, соблюдать достаточно, так вот, педантичную чистоту. Потом у нее еще там был кот. Я очень люблю животных, но все-таки присутствовал немножечко запах. Тоже, что мне крайне как бы не понравилось. Ладно. Ну, я думаю, тоже ладно. Бог с ним, бог с ним. Делала она долго. Долго. Ну, я думаю, ну, делает долго, значит, все будет сейчас отлично. Тем более мы ей сказали, что эта, значит, работа нам нужна по случаю, по такому выпускной вечер. В общем, хотелось бы, значит, найти такой вау-эффект. И когда стали... Что-то мы, я не помню, в разговоре стали говорить про то видео, которое я ей скинула. Кстати, говорю, видео, оно было... В самом видео говорилось, что сделать такие ногти, в принципе, не особо трудно. Это даже освоить новичок. Ладно. Стали делать ногти и стали говорить про это видео. И она как-то так, знаете... Да я его и не смотрела так вскользь, типа посмотрела. Некогда мне там ваши... Ну, она не сказала это, но вот прям все подразумевалось то, что некогда мне ваши там видео смотреть. У меня, знаете, сколько ваших клиентов. Буду я еще тут смотреть всякие ваши эти... Как делаю? И я, как говорится, художник, мне виднее. Думаю, ладно, если получится, ну, не как видео, но получится по-другому, хорошо, тоже неплохо. В общем, в конце концов, долго-долго она делала. Там было стразы нужно было наклеивать, такие большие достаточно. Все она сделала, хорошо. И все бы было бы ничего, можно было бы как бы потерпеть все вот эти косяки и какую-то невежливость и немножечко неопрятность. И я имею в виду в окружающей среде. Но эффект мне абсолютно не понравился. То есть ногти, ну, вообще, были сделаны неаккуратно, некрасиво, не похоже на то, что мы попросили абсолютно. Деньги она взяла, те деньги... Ну, я заплатила, конечно, те деньги, не стала я... Во-первых, я не стала расстраивать Настю, потому что я не стала критиковать, потому что думаю, ну, как... Ну, все, ну, что теперь, спиливать их назад? В общем, вот так. То есть заслуженный вроде тут мастер, такой именитый, и сделала, в общем, абсолютно никак. И я думаю, что сама она тоже прекрасно понимала, что сделала она откровенную халтуру. Почему я так думаю? Потому что обычно в ее профиле в одноклассниках всегда появлялись фотографии ее работы, ее клиентов. А в ногти Насти она даже не стала фотографировать, поэтому я делаю вывод, что она сама видела, что насколько откровенную плохо она сделала. Естественно, конечно, никогда больше мы не обращались к этому мастеру. И более того, сразу после выпускного дочка пошла к другому мастеру, который, кстати говоря, я с ней не ходила, но он обслуживал в отдельном, во всяком случае, помещении. И сняла ногти и сделала там более простые, во-первых, сняла. Конечно, вот эти стразы не отваливались, я ничего не хочу сказать их там, я не знаю, чем она уж прям на совесть их прикрепила. Но общий вид маникюра, ну вот этих ногтей был просто отвратительный. Я, к сожалению, я вот помню, мы фотографировали эти ногти, но как-то вот так, как я не сняла это видео сразу, в общем-то, сегодня искала, листала, в общем, фотографии, так я и не нашла. Так бы я вам предоставила, но придется вам поверить мне на слово, что откровенно было сделано плохо. Так что вот так. Так что мастера, которые пишут про своих клиентов, что они такие, не такие, не сякие, не пунктуальные, там не приходят, не звонят. Ну, как говорится, последите сначала за собой. Вы находитесь все-таки в сфере услуг и будьте любезны лояльно относиться к косякам своих клиентов и безупречно относиться к своей работе. Да, еще забыла немаловажную деталь уточнить. На протяжении всего вот этого времени, когда мы там сидели, когда Насте делали ногти, мастер постоянно говорил, какая она вообще такая индивидуальная, что у нее такая огромная очередь. Я понимаю, к чему это, я как бы знаю, что когда ты даже искусственно говоришь, ну, хотя, может быть, это не искусственно, что у тебя прям такая очередь, то люди как бы, да, ну, в общем, верят тебе. И я, конечно, не понимаю, может быть, это только у нас такой был случай, конечно, не знаю. И она еще постоянно говорила, что она единственная такая, вот она рисует ногти, а все остальные там, грубо говоря, просто наклейки клеит, а она вся такая вот, вся художественная, вся такая мастер, вся такая, 20 лет у нее стажа. Ну, ребят, не знаю, 20 лет стажа, может быть, конечно, у всех бывают какие-то провалы, но мне откровенно просто эта халтура не понравилась. Для меня было ощущение, что человек слишком уже зазвездился в своей профессии, как говорится, несет его течение, и он не видит куда. И клиента ориентированность, может быть, она не заинтересована была, конечно, может быть, у нее уже столько своих клиентов, что уже не было заинтересовано, чтобы было еще. Ну, в таком случае можно было бы просто сказать, что, извините, у меня очередь, все записано, не могу воспринять, как бы мы нашли бы и другого, так как сейчас этот рынок вполне себе насыщен, во всяком случае, у нас здесь. На этом до скорых встреч, всем карма.